друзья хочу сделать видео что я купила в мексику подарки какие так нашла юлина подок у меня здесь валяется в мексике запишусь парикмахерскую я ведь тут представляете так и не сходила потому что я боюсь я боюсь и во-первых цена 5 часов 260 долларов тогда меня она не возила и это в нашей парикмахерской говоря маникюр сейчас заехала сделала опять к азиатам суждено вот давайте я вам покажу смотрите как у меня ноготь не пили косой кривой короче какой-то острый но цена меня обрадовала педикюр маникюр сделала 120 долларов и чаевых оставила 15 135 но и за ноги и за руки а так бы я заднюю вот так что это мексики меня лена записала и у меня же проблема с подарками я постоянно я не знаю что покупать и иду покупаю постоянно какую-то фигню и все это потом люди или выбрасывают или это где-то валяется и никому это не нужно сейчас улетаю мексику послезавтра нужно с детьми сидеть ли настроем уезжают там куда-то в бразилию в норвегию в европу куда-то опыт на три недели и я с детьми еду сидеть и надо же знаете что-то покупать или я купила филиппу деньги надо подарить потому что он сам все покупает линия тоже знаю что купить у меня всегда проблема строим что ему покупать и тут вот они когда к нам приезжали зимой и я увидела как трой любит покушать и он любит попробовать что-то новенькое и вот если я готовила помните видео делала что мне настолько приятно готовить когда человек с благодарностью это кушает и это прямо видно что он там и тарелочку пустую оставит и у него прямо интерес он ждет когда это приготовиться чтобы попробовать и реку хоть что привозил хоть продукты хоть подарки ему без разницы вот конфеты юля передала с мексики наши российские я их привезла ему они так и лежат шкафу вы понимаете одну съел и все свои эти американские ест вот эти вот красные жгуты какие-то там карамельки он даже конфеты наши российские не ест и все это вот так вот валяются они там меня только соблазняет а трой это вообще другое дело и я щас еду и подумала так мне надо русских продуктов им купить они же там не могут ничего купить там нету в не русского магазина потому что не дают нашим людям открыть там их закрывают эти мафиози местные не ставишь и подстегивали бы хоть бы им деньги наши согласны ведь там столько русских это процент там обороты вы были вообще сумасшедшие то наши там страдают нету не ресторанов русских так девочки что на там ляпают стряпают между собой в группах продают а вот чтобы открыть полноценный какой-то магазин такого нету и вот помните внуки-то приехали набросились там на доширак там машины я с ума не сошла и думаю что с ними такое они очень скучают по этим продуктам вот и трое я взяла шоколад наш аленка бабаевский потом взяла шармель зефир шоколаде я его обожаю правда кофейный только был но тоже вкусный так потом печенье тоже овсяные сейчас брала и думаю раньше то помните овсяное печенье какое вкусно было но такое темное и я прям этот вкус у меня прям всплыл в памяти и вот это посиделки на это москва что ли но мне кажется мне такой ведь она бледная вот раньше то овсяное было кажется сейчас не делать такое так дела пачку гречки главное чтоб это мне ничего не конфисковали так и взяла внукам 6 пачек доширака именно доширака здесь полно этой китайской лапши но они не едят им именно вот наш доширак нужен 6 пачек сейчас продавщица это разговариваю так потом пряники взяла украинские чтобы тоже попробовали потрогала вот так вот свежие очень свежие так нелли творога три пачки отвезу нашего у меня пачка еще замороженная 15 процентов она прям страдает она так творог у нас любит и страдает там нету сейчас напишите самому делать еще как-то вы знаете вот им покупной надо вот самодельного все равно не такой вот как привыкли к покупному вот они и покупной и едят они с базара тоже не любят не приучены понимаете из детства наше все вот это вот вкусовые из детства также идут на это запоминаем и я тут собрала опять в гудвилл отнести всякие вещи там чемодан какой-то неудобный еще там рюкзак и смотрю у меня так давно это лежит холодильник такой переносной там внутри то специально он сделан чтобы холод подольше держала и опять он мне таскается я никакой еду с собой не беру и никак он ли не используется я думаю в гудвилл отвезу и сегодня утром стала собираться думаю завести в гудвилл не завести а думаю завтра завезу и вот сейчас у меня идея то возникло чтоб подарки то продукты купите и этот творог я заморожу и в этот контейнер положу и думаю слава богу я его не отвезла в гудвилл опять бы такая ситуация получилась 10 лет лежит вещь только ее это выкинешь и она тебе на следующий день обязательно понадобится это уже как правило и что у меня прямо сегодня бог отвел и не отвезти это туда не сдать сейчас пришлось ехать покупать опять холодильник ну как это вести то а вот самое то так потом слушайте увиделась и в оси помните 100 лет не его добро флот наши это я свечу потом вот такой вот шпроты рига голды я же шпроты хотела купить это сардины внимательнее надо быть потом кильку взяла в соусе что это чья тоже как рижская какая-то что ли килька обжаренная чья на ватвеле вот видите килька в томатном соусе это все трое потом конфет всякий взяла мишка на севере грильяш белочка потом московские взяла вот эти очень вкусные такие потом конфеты водка вот и слушайте это будет вообще просто идеальнейший подарок я так рада у меня мозгов хватило догадаться что наконец-то покупать нужно и интересное и самое главное что человек любит это все и внуки у меня и это и трое есть чем удивить американцев вот чем надо американцы удивлять продуктами из русского магазина тем кто любит покушать именно покушать любит я сама люблю что-то необычное попробовать так все я поехала тороплюсь мне нужно сегодня ужин готовить перед отъездом вообще смотрите идет ли такая прическа нет ни бабушка раньше всегда говорила оля тебе очень хорошо ободки хорошо мне или нет спасибо вам Продолжение следует...